Ну тут Людям борода не дает покоя Галатам 5.6 Ибо во Христе Иисусе Не имеют силы ни обрезания Ни не обрезания Но вера действующую любовью Разве это неприменимо Ну вот эта истина неприменима К обрадобритию То что это не важно Обрадобритию Интересно сейчас вот это что Главное это любовь или первый собор Был указан там не есть удавленных Крови блуда и ближнему Делать чего себе не желаете Вы что придумаете там такое вот надо То есть они не знают что Это для входящих которые были Чтобы они стали Они не члены церкви Язычники И для них была Входная дверь Вот достаточно что на билете написано А далее когда они вошли Там то открывается Теперь все сокровища церкви Они вообще ничего не понимают Это разве на все времена Тогда Не нужны Нагорная проповедь Не нужна Не нужны Ни поста Ни слезы Ни моления Ни литургии Ничего нету этого там Ну что сказать Можно сказать Что толковать Писание Как мы говорим Широтой Сердце Широтой Человеческая По узкому сердцу Так сектанты делают А святые отцы Шестого Вселенского Собора Девятнадцатым правилом Категорически запретили Вольничать Безобразничать С текстами Священного Писания Но они поняли Сектантов как Вот сколько голов Столько умов Как Ваня Как Маня Так А как понимала Вселенская Церковь Они никогда с этим Не сообразуются Но нам всегда говорят Для уверования во Христа Что достаточно Что ты уверовал А бреет человек Бородой Или не бреет Это полная свобода Надежда Константиновна Крупская Как-то в записи Прочитала Она увидела Шесть работниц А они сидели В какой-то приемной Уже полдня Она спросила их А разве у вас Сегодня не рабочий день А они С гордостью от этого Мы не рабы А свободные Советские женщины И когда нам нужно Мы не работаем Вот так Рассуждать по-сектантски Мы можем Любой грех Подставить в эту формулу И оправдать его Главное Что мы свободны Во Христе Христос умер за нас И мы спасены А о том Что бороду нельзя трогать Вот можем посоветовать У нас есть книга К истинному православию И там есть такое Обродобритие Вот Бери и читай Все сведения Как были обещанны Слуги Давида Это изнасилование Самоизнасилование Как в тюрьме говорят Опущенный Мужчина Которого изнасиловали И брит И это одно и то же Даже маленько побольше Ибо изнасилована Дина Дочь Якова Написано Она была обесчищена Как это Это честная девушка И в том понимании Что она говорит Не врет А сохранила девство свое Честная А не честная То это другой Баба И она Когда ее изнасиловал Там один княжеский сын Она была обесчищена А когда она Слугами Давида Насмеялся там На ас Ну он сын его Кто Полбороды Острик И одежда Наполовину Написано Они были Очень обесчищены В Библии Златоуз говорит Не пропускай Ни одного слова Ни одной черты Все имеет великое значение Значит Изнасилование Понятно Это было в Ветхом Завете Какая разница И в Новом Завете Так же И в Новом Завете Если там было бесчестие И сегодня бесчестие И борода Если нету Очень обесчищено Тут Одно и то же слово стоит Я не знаю Как разговаривать Как с малышами Ну вот так Все понятно В среду На Марье Настояние В Никольском храме Священнослужители Во время службы Крутили головами Переговаривались Между собой И вели себя Крайне небрежно Есть ли вообще Такое понятие Как проверяющие Ревизии Которые По храмам ходят И проверяют Вот поведение Священнослужителей Я могу ответить Только то Что мне известно У меня книга Из кисленного православия Я 40 лет Собирал на нее материал И в разделе О священстве Там есть Церковь О священстве О милостыне Вот об этом Как раз и сказано Когда отмечалось В Киеве Тысячелетие Крещение Руси То там стоял Целый сон Архиерея В алтаре А в храме Нет иконостаса И все на виду Я считал Отчет об этом Было мне даже стыдно Даже я там Не был в это время Ни в одном Собрании коммунистов Масонов Или сектантов Начальствующие Себя так не будут вести Архиереи Смеялись Разговаривали между собой Этот настрой Передавался на молящихся Из всех речей Выделяется Только одна речь Тогда я Впервые Как бы познакомил Архиепископ Хризастум Своей искренностью Признанием этих беспорядков Что сам он Тоже сотрудничал с КГБ Имеет кличку И как шикарно живут Попы Все указал Во время Во время Маленья на Марье Настояние Положено делать Сотни земных поклонов От 250 До 500 И когда рядовые Прихожане Кланяются Офицерский состав От безделья Мается Ну Офицерские Кавычки Горо Это Поповские Вот Не в меру Они растолстели Талантов Никаких Никогда не было Бездельники Они одним своим видом Отвращают Людей От веры При росте 170 сантиметров Вес одного Добарульского Попа Был 157 килограмм Что это доказывает А у него Если 100 отнято Остается 150 Сколько 170 Ну 70 И 65 Вот и считай Сколько 60 80 килограмм Лишнего веса Народ это видит У меня такое желание Было подойти ему И сказать Отец Семен Ну Как вы выходите Ну Титов Фамилия была Патриарх Алексей Первый Говорил Что наш русский народ Многое может Простить священнику Но Но Никогда не простить Неблагоговейного Служения Если бы Открылись У этих горе-служителей Глаза Они увидели Собственный Конец У каждого Умирать Плачевный Страшный С жерновым Или петлей На шее Ревизии Никакой Конечно Нет Бесконтрольные Обьюродевшие Так могу Сказать Я веду Очень большую Переписку Получаю Примерно 1200 Писем В год Пишут Архиереи Священники Оспившихся Утонувших Повесившихся Священниках Только И скажут Бедная Несчастная Россия Она не знает Православия Никогда его Не знала Как должно Когда мы Ходили еще Раньше В Покровский Собор Здесь Он как Центральный Мы это Все Видели Как в алтаре Священники Не просто Смеются А хохочут Как Оказывается Рассказывал Скабриз Анекдоты Нам сказали Так Мы скорбели И плакали Не видели Выхода Нигде Забивались В угол Стоя на коленях Опускали голову Чтобы ничего Не видеть И Бог Услышал Тогда Наши стоны Я могу Это сказать Так Теперь У нас В Барнауле Есть Православная Крестово-Звиженская Община РПЦЗ Как думаем Что У нас Не нарушается Ни один Канон А у них 413 719 57% Полная У нас Тишина Благоговейное Служение Никакого Хождения В храме Во время Богослужения Вот взять 2 июня У нас Здесь 2019 Года Воскресенье В Потеряевке Отмечалось День деревни 202 года От начала Основания И 28 лет Как начали Восстанавливать Ее Но архиерей Служат И эти С ним Которые Приехали Они же Видят Какой порядок Во-первых Сам он вел себя Архиерей Крестился Как следует Все есть Но и свои Стоят Отдельно Женщины Мужчины Тишина Полная Никакого Хорошенной Изъедите И все Которые Готовятся Все потянули С детьми Своими Вышли С миром Изъедим В это время Заходят И маленько Там захватил И мы думаем Так Кто из тех Кому мы разрешали Побывать у нас На Бокружении Как они могут Не затасковать Чтобы так было Везде Но не тут То было У нас интересно Одна женщина Ходила сюда Операция такая Что Как будто Как будто Слушает И в то же время Никого нет Сразу начинает Звонить Дальше Что сказать А вот Одна женщина Хотела рассказать У нас одна Она ходила Крещение приняла А потом Перестала ходить Ну когда Увидели ее И спросили Почему ты не ходишь Она говорит Тут такое дело Сын У меня вернулся Он сидел За убийство Что ли Вернулся У меня дома Ад И когда я хожу В эти патриаршие Храмы У меня Перепады Температуры нет И оттам придут Тут толкают И я нормально А когда сюда хожу Я как в краю У вас побуду А потом домой Прихожу Как а то У меня сердце Не выдерживает Поэтому я уж Хожу туда Вот такое Объяснение Вообще То есть Из-за-да в ад А тут Из-за-да в рай И женщина-то Была хорошая Ну вот так Я поясняю Какой она Все лип Вон таким людям А вот нам Говорят Это я читаю Историю Третий том Яна Златоуста Там Слышал о безобразиях Когда В его Тогдашней Патриархии Были И он Оставил Вместо себя Доверенное лицо Митрополита Севир И поехал За Босфор Проверять Действительно Так Какой Вопль На его Подчиненных И только За одну Свою Командировку Я прочитал Однажды Что он Снял Шесть Епископов Около Четырехсот Священников Как Совершенно Несоответствующих Своему Месту Где-то Я высчитал Не знаю Не менее Круто Расправлялся Со своим Подчиненным Василий Великий Однажды Во время Богослужения Он вдруг Заметил Что прислуживший Диакона Залтаря Смотрит на Женщину Стоящую В храме А почему Он как Заметил Он такой Был Василий Великий По нашему Сказали Не так Он сделал Голубя Золотого Подвесил Над престолом И когда Он служил То всегда Смотрел Голубь Начинал Взмахивать Крыльями Это прям Уже Далеко Запредельно И тут Он смотрит Висеть Еще нет На фигурке И он Тогда решил Глянул на Диакона А Диакон Не на него Смотрит А смотрит Заметил Кого-то Он тут же Отстранил Его от служения И заключил Под стражу Без пищи И питья На несколько Дней И за луказ Предусматривает Такие меры Наказание Для женщин Которые будут Смотреть в алтарь И чтоб Сразу же Плотников Призвать Воздвигнуть Перегородку Между молящимися Мужчинами Женщинами Несут В деревне Вот так Ну вот Что сказать На это Я как-то Когда сидел За меня Заступился Сергей Бурдин Диакон А он Такой парень Не покорю Его и попам Ну и вот Считал Вот вызвался Что он А его архиерей Предупредил Чтобы за Игнатия Не заступался А он Как-то Все это Описал И Архиерей Обиделся Что я написал Какие в церкви Беспорядки Нарушения Канонов Он говорит Ваше благо Что Игнатий Это говорит Не в алтаре Он половину Написал То что здесь Делается Сколько Окурков То вы метаете Зашли Одна же Там женщина Все сидят На престоле И распивают Ну еще Сказать Даже Антимин Сперебленный Ну Еще сказать Беда Большая А я считал У Никифорова Волга Волгина Там есть Такой Какой-то Был видимо Священник И он Пошел К красноармейцам А народ То теперь Боится Не вылазит А он Тогда Объявление Или как Сделал Говорит Я переоденусь Опять в попа У них тут есть И скажу Что меня Выпустили И разрешили Провести Одну литургию Ну и Народ-то Повалил И он Выходит Паки-паки Все Ну и потом Главы ваши Там Господи Преклоните Они преклонили Он вышел И как Давай Пятиэтажные Матерками Что собрали Сволочи Да пошли Вы на И другое Это Они Блядь Батюшка Ты Чего ж такое Это Ну а которые Были бывшие Это фронтовики Они не болеют Они его стащили Оттуда Костылями Его И ухайдакали Разбомбили Головы ему Ну а этих Кто он уже Командиром был Эти сразу Притащили Пулемет Установили В церкви Расстреляли Там всех Говорят Вот и все Тот-то не думал Чем шутка Закончится Вот я Считал такое Так что На них тоже Бывает управа Ну вот я вижу Как они ведут себя Разговаривают Есть такое На родственнях Якуба Колоса И там Священник Яконом Разговаривает Паки Паки Он восхитит А так ты Телку то продаешь Он говорит Да продаю Так Миром там Помолимся Опять И она у тебя Покрытая Нет Замуж выходила Нет Да Уже третий месяц Беременная Стильная Называется Это между собой Между переговорами А тут я услышал Кажется У Феодора Этого Максима Было Кроха Фамилия его Архиепископ Но он сам не приехал Отдал Тогда был Магнитофон И говорит Ты запиши там Кто что будет говорить А он пришел Поставил магнитофон Там где-то на Престоль Да и забыл Выпущить А там они В это время Разговаривают Между собой Попы И он опять Его взял И отнес Архиерея Архиерея Слышит Дома-то Епархия-то И тут он спрашивает Да ты на барахолку-то ходил В воскресенье Да нет Не ходил-то Я слышал Там вот такие Продают Такое-то Там есть Да ты что Да Но надо сегодня Сходить будет Они между собой-то говорят И все записывается На Архиере Обоих на ковер Вызвал И стал говорить Чтоб так не делали Может быть Другие слова Покруче были Вот такие истории Вот такой вопрос Подкапывается под вас Вот вы говорите Что надо смотреть Не на букву А на духовный смысл Ну да Ну а почему же Говоря о поясах Вот к примеру Вы говорите Смотрите на букву Это же надо тоже Рассматривать Только духовно Нет Что только духовно Нет Я никогда не говорил Только духовно Я говорю Что через это И вот на это смотрят Муж и жена Тут понятно Буквально Но Господь называет Павел говорит Я обручил вас мужу Речь идет о Христе А они не поняли О чем он говорил им Христос У того из шрева Потекут реки воды Ну какая реки У пьяного только Моча потечет Сегодняшняя Что из шрева Течет А эта речь Дальше говорит Все сказали О духе святом Которые имели Принять верующие А То есть Речь пошла Кто жаждет ко мне Идей И пеет Там Иоанна 7.37 Ну вот так И любой вопрос Надо рассуждать И предпоявшись Говорит истинною То есть Пояс напоминает Об истине Почему называется Бессовестный человек Творящий безобразие А распоясавшийся Хулиган О поясе В новом завете Ветхом В буквальном смысле Говорится 109 раз А распоясавшийся Только один раз И при том Вражеском Военачальнике Рапсахи У стенахи Рима Вот так Опять то же самое Ну вот так вот Порядок наводить В алтаре Конечно трудно Я всегда стоял На пороге Самое трудное место Потому что Жар и холод Открывает И вот Когда в колодце То самое Быстро сгнивает То где вода То вода То воздух Когда вычерпывают Это самое Быстро сгнивающее Если они в воде Под водой Она там может Долго стоять И которая Наверху Так вот Я здесь На этой стою Меня обдувает Я все время Каждому говорю Так я как-то Зашел здесь В Никольском А вот прямо Никольский Это храм стоит На Ленинском проспекте На центральном Ну мужчина Курит Курит Зашел с дымящейся Папиросой Стоит в церкви И в шапке И рядом с ним Собака Собаку Сошел Его никто не видит Видимо она Оттуда его не видит А я увидел Это подошел Я стоял Молился И увидел Подошел Говорю Надо выйти Зачем Я говорю С собакой О С собакой нельзя Я не знал Он вышел И вот Оказывается Видели Все это дело Мигом выскочил Слушка Вы кто такой Ну кто такой Я молился Стоял Мужчина Стоял В шапке Курил Не курил А дымящаяся Папироса И с собакой Вы не Зачем Это делаете Человек Пришел Может быть Что-то Хотел узнать А вы не дали ему Идите у себя У баптистов Там порядки наводите То есть Если я вижу Беспорядки Зрящие То это уже Только баптист Православная Слепота Этого не видит И что это у них Взял Кого-то убел Или что-то Говорил Ничего нету То есть Мгновенно выплеснулась У нас одна сестра Ходила Раиса Николаевна Ну и вышла Когда священника Дождалась Он выходит Она говорит Батюшка Я приходила В храм Так хотела Послушать А почему Вы проповедь Не говорите Он сначала Как бы нормально А сразу так Воззрелся на нее Что От Лапкина Пришла Ну и все сказать Если о проповеди Заговорили Это явно Чужой человек Не наш С катушек Съехал Она говорит Да при чем тут Лапкин Вы считали Евангелие Я думал Хоть разъясните что-то Что надо Там все сказано Иди домой Вот и все И это абсолютно везде А что Работать надо Работать Будут Прислушиваться Я вот писал Писал всем архиереям На праздники Там с Рождеством С Пасхой И везде О крещении Материалы Они у меня расширялись Я все Длиннее Длиннее письма были И печатал И печатал И рассылал И теперь начали строить Может быть это не из-за меня Может быть и так Но главное Что никто об этом Не трубил И не кричал Я говорил Крещения не было А что перекрещиваться Да обманут был В темноте Подали тебе вместо Денег Сдачи Фантики какие-то Обертка конфет А ты дома рассмотрел Так тебе что Второй раз Зайти за деньгами Да тебе первый раз Обманули Там не было Пираты захватили корабль Вот они меня попытай И не жалуют Это Андрей Кураев Там говорит Если бы Игнатий Не обличал священников Отношение к нему Было бы совершенно другое Они же меня Преследуют не за то Что я у них Свечки там украл Или Или что-то Не верующие Попы Ну вот так Ну а что по вопросу Буквальный Духовный смысл Ну а духовный Это в любом Месте Закладывает То ты же видишь Возьмите Шлем спасения Шлем действительно У воина есть Но спасение Меч духовный Который Слово Божие В обе руки А как Одной рукой В Библии не открывается Надо чтобы Она в двух руках Была держать Это наполнено Все Вся наша деятельность Направлена из Библии И все остальное Слово Божие Меч обоюдовострый Он говорит о мече Но мечом названо Но такой меч Тоже никуда не делался И что бы мы ни считали В духовном плане Это все означает Ну для спасения Бог дает Ну а почему Пояса-то Буквально понимает Почему Буквального нет Я говорю о буквальных Поясах 109 раз Припаяшься Вот Петр Находится в тюрьме Вот читаем Мы там 12-13 глава И говорит Ангел ночью явился Его утром Казнить будут И ангел ему Говорит А бойся Припаяшься Да до этого Или мне Выводи скорее Припаяшься Распоясанный Ты не пойдешь А сегодня Как скажешь ему Припаяшься Когда я поясания То нету Так это он в тюрьме Тогда Сейчас он все Снимает до шнурков Чтоб ты не повесился Ну такой закон А тогда этого не было Повесился Туда тебе дорога Никто за это не отвечает В буквальном смысле Я видел Говорит Господа И Припаясанный Золотым Поясом По персам По грудям Также ангелы С поясами Апостолы Иоанн Креститель Был пояс На нем кожаный Ну написано Прямо пояс Нельзя его духовно Понимать Апостолы С поясами Были все Ну и Больше никого И нету Ангелы Христос Все с поясами А человек Распоясанный И когда стоит Так рубаха А русская Какая форма На всех картинах Везде с поясами Ребятишки играют В бабки Ну кости Которые там Барани какие Они бьют Тоже с поясами Строители Наемные рабочие Сидят за столом Рубахи длинные У всех И все с поясами Разные-разные авторы И все одинаково рисуют Ну значит Это реально было так Ну возможно На поясах Носили что-то С этой целью Это было Ничего нету Были пояса Пустотела И в них Деньги закладывали И были пояса В которые оружие Как наган Вешался Сабля Вот это было А остальные Это ничего не видно Кушак обыкновенный Кушак Вокруг Рубаха И серьезно Так видно Перепоясан Даже показывает Учитель Там какую-то Математическую задачу Задал Пукарев Или кто там Нарисовал Ребятишки Все в поясах В школе Вот обычные Сектанты Когда говоришь О внешних Атрибутах Они Восстают Яростно И уходя Они в духов Они уже Возлетели А где вы нашли Что бриться Скажи Изнасилованные Самими собою По стихии Мира живут Пояс не носят И все Брюки заправляют А это немецкая форма Не русская Да даже Если я русский Человек Зачем мне Немецкая форма Нужна Русские Везде Возьми Смотришь Наполеоновских Этих солдат Где там Караулят Не замай Но везде Пленных ведут Все старики Никто бритвой Не прикасался Это Петр Антихрист Вел эту моду А те-то Все с бородами были Смотри Достоевский Как выглядит Даже Лев Толстой Вольнодумец Ну и остальные Которые до них были Аксаков И другие Все с бородами Вот так Ну такой еще вопрос Вот вы Советовали Купить в храме Книгу О Библии Так как она Очень полезна Но вы сами же говорили Что торговля В храме запрещена И как быть В этом случае Ну как быть Если вот где-то Человек отдельно Живет И никак По-другому Нельзя Ну подойти В такое время Договориться Можно по-разному Вот сейчас Церковная лавка Вот у нас здесь Церковная лавка Она как бы Метрополе Из другой улицы Даже заходить Другие двери Все другое Никакой связи Там нету Отдельно Выставили А у Покровского собора Там внутри ограда Это тоже не разрешается Но если по-другому нельзя Ну никак То дождаться Когда Закончится служба Подойти И не считать это правильным И сказать Я бы никогда К вам не подошел Если бы вы не здесь Были Ну здесь Если бы там была Возможность купить Как говорится Из двух зол Выбирает меньше Тут ничего Мы не нарушили И когда говорится Чтобы не продавали То не было торговли Это имелось же ввиду Конечно Церковь богослужения Я никогда Даже не помню Чтобы в церковной лавке Я что-то покупал Никогда Я вот нахожу Который отдельно Тогда пошел И купил Отдельно С другой улицы вход Неправильно Я сказал Как написано А если По-другому Никак нельзя Хлеб То приходится взять Быть виновным Вот протопопа вакуум Вернулся И говорит Ну попросил там прощения А задавленного зверем Есть нельзя Допустим Даже олень А его разодрали волки Это звероядина И он говорит Я грешный Приложился к звероядине Потому что иначе Все умирали А теперь вернулся Ну Молитву очистительную Прочитали Вот так Если другого выхода нет Другого Еще нет Этот грех Конечно Меньше И не от меня Он зависит Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...